Здравствуйте! Наш зритель под ником Ангел-Хранитель задал очень интересный вопрос мне о времени. Для чего оно было придумано? Для удобства или для манипуляции людьми? И о том, как произошло время, как оно появилось, в общем-то никто не знает. Можно выдвинуть свою теорию. Вот что пишет Стивен Хокинг в книге «Краткая история времени». Законы науки не делают различия между направлением вперед и назад во времени, но существует по крайней мере три стрелы времени, которые отличают будущее от прошлого. Это термодинамическая стрела, то есть то направление времени, в котором возрастает беспорядок. Психологическая стрела – то направление времени, в котором мы помним прошлое, а не будущее. Космологическая стрела – направление времени, в котором Вселенная не сжимается, а расширяется. Я показал, что психологическая стрела практически эквивалентна термодинамической стреле, так что обе они должны быть направлены одинаково. Вот и о чем я подумал, о чем я задумался. Значит, психологическая стрела времени. Мы помним прошлое, а не будущее. Мне кажется, что время возникло тогда, когда человек осознал свое прошлое. Как это произошло? Благодаря чему? Мне кажется, что он осознал это благодаря страданию и боли. Поэтому, видимо, страдания, боль – это те факторы, благодаря которым мы умнеем и осознаем. Недаром же говорится, что за одного битого двух небитых дают. Так вот, что человек осознал? Своё прошлое. А прошлое какое? Начал сравнивать. Да вот он был молодой, красивый, энергичный, сильный. Нравился женщинам. А потом он стал старым, бессильным, слабым. Женщина не смотрит. Разве это не больно? Разве это не страдания? Боль и страдания. Вот человек жил и не живет. Это осознали другие, глядя на него. Как же так? Как же так? Вот опять прошлое и настоящее. И будущее. Человек что-то имел, был богатым, все потерял, стал бедным. Смотрите, как интересно. Психотравмы. Вот говорят, что время лечит. Оно не лечит. Это очередной самообман, чтобы примириться с этой концепцией времени. На мой взгляд, конечно, все очень субъективно. Я не претендую на истину в последней инстанции. Это мои размышления просто. Но, по крайней мере, мы видим, что психотравмы передаются из поколения в поколение даже. Это не то, что один человек. Хотя и один человек. Так вот, носят и носят эти обиды бесконечные на бывших жен, на бывших мужей, на государство. Кстати, государство, вот удивительная вещь с государством. Есть много людей, обиженных на государство. Ведь и государство могло бы компенсировать причиненный людям ущерб. Ведь у любого государства достаточно на это средств. чтобы пострадавшему человеку компенсировать его страдания физические и моральные, загладить свою вину. И удивительно, что оно этого не хочет делать. Поразительная государственная жадность. Какое-то пренебрежение к человеку. И желание себя обелить. Некритичное к себе отношение. Вот смотрите. Вот носят обиды на государство. Знаю я таких людей очень много. Кстати, вот пассивная агрессия, о которой я рассказывал в предыдущем ролике. Да, очень полезно быть эмоционально открытым человеком. Но если вы такой человек, а вас окружают не те люди, то вам могут наплевать в душу. И вы закроетесь, может быть и навсегда даже. Озлобитесь, ожесточитесь. Не захотите больше так рисковать. А став эмоционально закрытым человеком, вы рискуете стать токсичным, пассивно-агрессивным человеком. И опять это будет работать против вас. Эти невыраженные чувства, невысказанные, невыраженные эмоции. Ну и так и так плохо. Поэтому самое главное – это найти свой круг общения, своих людей, близких по духу. Вот, кстати говоря, такая групповая психотерапия, она очень способствует этому. Когда люди собираются, очень важная групповая психотерапия, люди собираются и учатся, снова учатся или не снова, а учатся открыто выражать свои чувства. Вот, значит, психологическое время. И травмы передаются на уровне рода, на уровне государства. Посмотрите, идеология вся, она вся обращена в прошлое. Так что, время не лечит. И кто преодолевал страдания? Конечно, непростые люди, а люди интеллектуально развитые. Вот почему с помощью психологии и философии мы можем преодолеть боль и страдания? Мы не можем это сделать. И великие умы человечества нас познакомили с такой возможностью. Они разработали свои концепции, свои системы философские, свои книги написали. В 20 веке это был Виктор Франкл, например, который прошел концлагеря. Ну и до него, ну кто это был? Будда. Конечно, Будда, который с помощью логики победил страдания, придумал способ преодоления страдания. Кто еще? Ну, конечно, Эпикур, Лукреция. Вот я сейчас, у меня сейчас новый проект, это письма мудрости. И вы можете подписаться на эти письма и читать мудрецов разных. Я вас знакомить буду с ними, знакомить с этими потрясающими взглядами. Потому что философа, философия, философия, она как раз и призвана преодолеть, помочь преодолеть страдания. Вот ее цель. Все философские концепции системы, они ведут к счастью. И стойки, и эпикурейцы, и так далее. Вот. Что еще? Время. Поэтому, смотрите, человек осознал временность своего существования, временно счастье. Все, действительно, все хорошее временно. Мы это тоже замечаем, да? Замечали и замечали. Поэтому такая тяга к вечности, к вечной жизни, где нет страданий никаких. Вот эти вот временность, это временность носит такой негативный характер, да. Это, я думаю, почувствовал и Будда тоже, который отрицал ценные жизни, потому что она временна. И временно, да, все. Любить, но на времени стоит. Труда вечно любить невозможно, писал Лермонтов. И чего добиться? Да. Индийские философы, индийские философы тоже, ведь они схватывали эти моменты, ну, скажем так, просветления, да, нестрадания, такого единения Атмана и Брахмана, да, вот это вот слияние отдельной души с душой, как бы вселенской, да, божественной, ну, даже больше, чем божественной, вот такой космической, вселенской. Но как удерживаться в этом состоянии? Вот опять время, оно работало против этого всего, да, и опять люди познав это состояние радости, эйфории, блаженства, через какое-то время вновь оказывались в аду, страдали, вот, придумана была для этого йога, йога, чтобы посредством упражнений физических, усмирения, вот, такого-то, аскетизма, пребывать в этом состоянии, нестрадания, вот что такое время, и, опять же, чувство стыда, быть может, человек осознает свое прошлое, когда, да, это же, это что, это повод для депрессии, опять же, да, то есть, время, это опять страдания, обращаясь к прошлому, мы страдаем, не бывает так, чтобы мы радовались, думая о прошлом, цепляться за прошлое, цепляться за время, да, это обрекать себя на бесконечное страдание, что и происходит, обиды, чувство вины, агрессия, комплекс жертвы, то есть, вот человек осознал себя жертвой, жертвой каких-то космических законов, какого-то рока, да, вот, посмотрите, опять, рок, власть рока над нами, и так далее, то есть, это время сделало нас временными, маленькими, очень, и мы, конечно, страдаем от этого, из-за этого мы очень страдаем, вот, все временно, жизнь коротка, тоже, да, вот человек, вот интересно, человек рождается, и когда он, там, сознание, проявляется, его, он начинает что-то о себе понимать, вот это самосознание, он понимает, что он дурак, когда он умирает, он тоже понимает, что он дурак, опять страдает человек, жизнь короткая, да, вот, так что, наше существование временное, многие считают, что, если мы здесь временно, то тогда и ничего делать не надо, ничего смысла не имеет, появилось понятие смысла, вот это, это связано со временем тоже, мысль, опять же, мысль, там, смысл мысли, а что такое мысль наша, тоже она в какое-то время возникает, и живет какое-то время, и умирает, уходит, короче, все связано со временем, и время это источник, видимо, страдания, поэтому, что делать, конечно, потом, потом, когда уже, вот это желание структурировать, появилось, необходимость, время, появилась необходимость структурировать, но, смотрите, ну, нужно же было управлять большими массами людей, да, и без времени это сделать невозможно, к 9 часам на работу, допустим, или к 8, или к 6, и все должны были прийти, чтобы начать работать, чтобы начать строить, пирамиды, эти пирамиды, конечно, от звонка до звонка, да, срок опять же какой-то, почему человек соглашается на, на, на 8-часовой рабочий день, 10-часовой, 12-часовой, почему люди соглашаются на это, потому что им определяют точные границы, точные рамки, смотри, вот 8 часов, все, ты работаешь, да, я работаю 8, но ты там что-то компенсацию получаешь, хотя, ведь очень странная вещь, человек работает для того, чтобы оплатить, оплатить свое жилье, чтобы спать, чтобы ему было где спать, это удивительная манипуляция, вообще, произошла, такая жучайшая, просто, ну, это рабство, мы знаем с вами, ведь для того, чтобы человек мог спать и спастись, от катастрофического выравнивания температур, да, он же не может спать на улице, и небезопасно, и, опять же, можно замерзнуть, и так далее, или наоборот, там обгореть, вот дом ему нужен, чтобы дом, нужно вот это все оплачивать, да, платить за все, чтобы за все платить, надо работать, вот замкнутый круг, и люди согласились с этим, люди с этим согласились, еще раз говорю, что великие умы, только великие умы, способны преодолеть страдания, поэтому, я, и вот вся, весь наш канал, все, вся деятельность, моя направлена на то, чтобы помочь людям стать личностями, научиться мыслить, и преодолеть страдания, то, чем учили и философы древние, и современные философы, и мудрецы, и психологи, вот, чтобы не страдать, чтобы жизнь построить по другим совершенно законам, законам психологии, так вот, мы страдаем, да, вот, и, конечно, манипуляция идет, и почему, потому что есть вот время, люди соглашаются на это, им как будто бы, понимаете, время обладает огромной властью над нами, огромнейшей просто властью, и вот эту власть преодолеть времени, очень трудно, очень трудно, потому что все на этом завязано, во-первых, прошлое уже, да, если вы живете в прошлом, вы уже в ловушке времени находитесь, и вы, соответственно, вы страдаете, оно не лечит время, лечит мысль, лечит, лечит работы интеллекта, работа, вообще мышления, мышления, вот, то есть, видите, как интересно, как интеллекта заработал, благодаря времени, и благодаря страданию, да, значит, выход там же, где и вход, поэтому, смотрите, опять мы приходим, вот, к этой мудрости, но через уже, совершенно другой, другой, другие, другой материал, скажем так, да, не убегать, и не бороться, выход там же, где и вход, все, ничего нет сложного здесь, но это вот сложность простоты, да, все просто, но не так просто, как кажется, это другая простота совсем, и к этой простоте нужно прийти, проделав большую-большую работу, интеллектуальную, причем многолетнюю даже, мы преодолеваем страдания таким образом, да, отказываясь от концепции времени, мы говорим, нет прошлого, и нет будущего, есть только настоящее, вот, как это сложно, это сложно, это я, я вас понимаю, и многим это, ну вот, недоступно даже, не могут, не могут освободиться от прошлого, несут с собой, я же говорю, что можно даже прошлое изменить, как его изменить, я рассказывал тоже об этом, да, разрядив эмоциональные файлы, извлекая уроки, и вот мы приходим тут к идее о том, что учиться всегда, вечно, постоянно, это нормально, если вы не учитесь, если вы считаете, что учеба, это вот в школе, и в вузе, и все, то это неправильно, то это не образование, это не учеба, уроки идут постоянно, мы постоянно учимся, мы вечные студенты, вечные ученики, вот это прекрасно, так вот, отнестись к прошлому, как к урокам, да, что дальше, и отпуститесь, отпуститесь, ни к чему не привязываться, ну, тут Будда уже, да, буддизм, это вот идеи их, прекрасные, прекрасные идеи, и жить в настоящем, здесь и сейчас, вот научиться, жить в потоке, в моменте, ну, это сложно, я говорю, что, ну, вот, даже это сложно было древним индусам, поэтому они придумали йогу, все равно это не помогло, и уже себя истязали настолько, ну, кстати, мы не знаем, помогло это или нет, я, по крайней мере, на себе это не, этот аскетизм не испытывал, может быть, и помогает, может быть, и помогает, но мы все-таки у нас немножко другие, да, методы, и мы учимся дисциплине, видимо, дисциплина, здесь очень важна дисциплина, и я думаю, что вот современная йога, это возможность занять себя делом, занять, найти себе занятие просто, и не думать ни о чем, вот это занятие любимое, ну, все, что угодно, это может быть, и физический труд, интеллектуальная деятельность, любая, ну, вот любимое занятие, творчество, ну, в первую очередь, да, надо было сказать про творчество, вот, способное человека удерживать, вот в этом состоянии радости, счастья, и утратить чувство времени, ведь мы страдаем, кстати говоря, другая сторона этого, мы страдаем, вот есть такие люди, хронофаги, да, воры времени, пожиратели времени, кто это? это политики, это журналисты, это, там, сейчас вот их медиаэксперты называют, да, политологи разные, религиозные деятели, религии, да, что еще, кто еще, телевизор пожирает время, культура, кстати говоря, вот, вот эта массовая культура, тоже, тоже пожирает время, это воровство времени, да, всякие публицисты, и так далее, воровство времени, мы чувствуем это, то есть, понимаете, в чем дело? Дело все в том, что мы не можем так просто от времени откреститься, не можем, мы, поскольку время, все временно, поскольку вот время связано со смертью, со смертью связано, и мы, как бы, находясь перед лицом смерти, а это последний счет уже, это гамбургский счет, да, нам что, что нужно, нам нужно быть, как бы, соразмерным этой самой смерти, вы понимаете, вот убийство времени, это тоже проявление смерти, на самом деле, поэтому просто убить время и быть счастливым не получится, не получится, здесь требуется от нас именно качество, качество жизни, страдания, и вот мы приходим к тому, что необходим, вот эта пустота, пустота, которую мы осознали, да, тоже вид страдания, пустота, потому что, оно когда мы испытываем пустоту-то, постоянно, когда мы теряем, опять, когда мы страдаем, мы испытываем чувство пустоты, да, теряем близких, пустота, теряем деньги, пустота, теряем работу, пустота, теряем привычный уклад жизни, пустота, теряем здоровье, пустота образуется, кстати, вот Стивен Хокин, которого я цитировал, да, он же был неизлечимо болен, он был прикован к инвалидному креслу, но, посмотрите, какой это, но ум, его, интеллект его работал, это что-то невероятное, поэтому, когда мы говорим о том, что, ну вот, как быть, вот, неизлечимое заболевание вышибает из жизни, вообще в депрессию повергает, и ничего не хочется, и руки на себя наложить, мы просто забываем о главном нашем потенциале, огромном, внутреннем, безграничном, и этот потенциал называется наш интеллект, наше сознание, и вот, смотрите, как интересно, именно интеллект необходимо развивать, для того, чтобы преодолевать страдания, а интеллект развивается, познавая неизвестное, вот об этом Джиду Кришнамурти прекрасно пишет, и мы с вами тоже знаем, что когда мы слышим одно и то же, а мы страдаем, да, потому что известное это повод для страдания, что нам известно, прошлое наше известно, нам, мы страдаем от этого, поэтому стремиться к неизвестному, время нам известно, стремиться к неизвестному, к вечному, и так далее, вот, поэтому пустота должна заполняться обязательно, и для этого и единственный способ ее заполнить это развивать свой интеллект, значит, манипуляция, да, время как манипуляция, да, все согласились с этим, если бы не было часов работы установлено, люди бы люди бы не работали, я думаю, если бы да, и это способ управления, конечно, и структурирование общества, общество структурировано, обязательно, но есть и плюс у этого тоже, да, есть, допустим, ну как еще, но есть минусы и плюсы, есть минусы и плюсы у всего, но вот допустим, управление временем делает человека более успешным, опять же это дисциплина, и опять это, это йога, по сути, это йога, вот это уже придумано было древними индусами, йога, да, как вот самодисциплина, то же самое и сейчас, когда мы учимся управлять своим временем, мы занимаемся самодисциплиной, я встаю, допустим, в 8 часов, в 9 встаю, в 10, ну кто как, к примеру, в 9 утра я встаю, я делаю то-то, то-то, потом я делаю то-то, я делаю то-то, и вот, понимаете, вот эта дисциплина, она делает меня счастливым, все заполнено, все время мое заполнено действиями, событиями, активностью, когда мы, когда у человека много свободного времени, он будет страдать, поэтому свобода страшна, свобода страшна, на самом деле, поэтому многие бегут от свободы, бегство от свободы, немногие выдерживают свободу, и потому что нужно заполнять пустоту, ты двигаешься в неизвестное, как, с чего начать, как быть, как жить, за что уцепиться, зацепиться, ухватиться, ухватиться, вот, ну вот такие мои размышления времени, и, конечно, вот смотрите, да, Стивен Хокинг пишет о том, что вот это термодинамическая стрела, то есть то направление, в котором, то направление времени, в котором возрастает беспорядок, да, хаос, хаос, вот, мы, нам нужен порядок, нам нужен порядок, вот порядок, где должен быть, но прежде всего в голове, потому что вот термодинамическая, да, стрела и психологическая, они эквивалентны, поэтому нужно навести порядок в голове своей, и вот когда у нас там будет полный порядок, мы будем жить в порядке, а до тех пор, пока у нас там беспорядок, хаос, ничего хорошего не выйдет из этого, и вот философия и психология очень помогают в этом, очень помогают здорово, и опять же развивать интеллект, знания, получать знания о себе, поэтому вот античные философы придумали, высказали эту идею, человек познай самого себя, познай, опознай то, что упорядочи себя, приведи в порядок свои мысли, научись различать добро и зло, да, хаос и порядок, благо и противоположность благу, да, вот, зло, смотрите, как интересно, вот наша задача, и тут мы приходим к идее и этике в том числе, но самое главное, конечно, это представление о том, что правильно, что неправильно, что во благо нам, а что нет, потом мы увидим, что нам все во благо, у кого ум упорядочен, тому все во благо, поэтому видите, внешнее отражение внутреннего, оказывается, можно, и кто, кто создавал вот эти концепции вечного мира, здесь книга замечательная, вот сейчас вот война идет, да, но война постоянно идет где-то, на земном шаре, но это беспорядок, это хаос, кто воюет, люди недалекие воюют, а кто создает концепции вечного мира, да посмотрите, Эммануил Кант, умнейший человек, философ, и не только он, да, вообще философ, и тот же Будда, да, все, все философии, они о том, как достичь мира, перестать страдать, как жить хорошо, счастливо, вот Эммануил Кант, но кто, кто-то читает Канта, кто-то философствует, и мы видим, что таких людей не, очень мало, которые философствуют, которые размышляют, которые думают, которые бесконечно учатся, как интересно, которые преодолевают страдания, которые создают порядок в своей голове, таких людей, интеллектуально развитых, очень и очень мало, поэтому ожидать, что будет хорошо, это очень наивно, очень наивно, ну и плюс, конечно, есть еще и психические заболевания, которые люди не хотят лечить, не хотят идти на программы, не хотят обращаться за помощью к психиатрам, к психотерапевтам, к психологам, есть, в конце концов, такая вещь, как глупость, которая не лечится, вот одна тут мне сказала женщина, я была у психиатра, он мне сказал, все в порядке, диагноза нет, конечно, нет диагноза, просто дура, вот не лечится это, глупость, и глупость, она имеет огромные масштабы и огромную силу, и так и надо относиться к ней, и к дуракам, как к имеющим силу, огромную, пассивная агрессия, например, что такое, сам человек страдает, и другие страдают от него, а кто это? Разве такого человека можно назвать умным, который страдает, сам и заставляет страдать других? Нет, это дурак, это идиот, и вот таких идиотов очень много, вот, но вы спросите, а при чем тут время? Но вот время, при том, что это источник страданий, и одновременно с этим, все парадоксально, мы можем использовать это время для того, чтобы наполнить смыслом жизни, свою жизнь интересную, это время жизни, которое нам дано, чтобы видеть, чтобы решать проблемы, чтобы видеть возможности, чтобы совершенно по-другому посмотреть на происходящее с нами. страдания наши, все страдания любые, людям кажется, и иногда, что невозможно ничего сделать, преодолеть страдания, вот особенно, душевные страдания, да, можно, можно преодолеть, те, кто ко мне обращаются, вот мы преодолеваем страдания, меняется жизнь, кардинально меняется, использовать время для себя. И вот, что мы видим? Да, время не лечит, но, что лечит? Лечит то, как вы используете время. Если вы тратите время на интеллектуальное развитие, на работу над собой, на самообразование, самообучение, самопознание, на занятие любимым и интересным делом, на чтение интересной литературы, серьезной, полезной, нужной, на самовыражение, вы таким образом перестаете страдать. Вы перестаете страдать. то есть время, с одной стороны, оно источник страдания, когда мы живем в прошлом или думаем о будущем, когда нам говорят, у нас общее будущее, боже мой, это страшная ложь, потому что может быть и общее, а может и не общее. я уже говорил об этом, что все наши прогнозы относительно будущего могут быть, а может и могут сбыться, а могут и не сбыться. То ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Вот. Вот что такое будущее. это гадание на кофейной гуще. Конечно, есть что-то можно предсказывать, погодное явление, закат, восход, солнце и так далее. Но то, что касается человека, все непредсказуемо. Вот. И да у нас и прошлое непредсказуемо. Что что-то про будущее говорить? И иногда такое из человека вылезет, что думаешь, боже мой, откуда это все? Непредсказуемое прошлое. Поэтому надо обязательно идти к психологам, заниматься, работать над собой. Найдите своего психолога и занимайтесь ним. Потратьте деньги на саморазвитие. Это просто необходимо, жизненно важно. Вот. То есть про будущее я сказал о том, что это источник тревоги всегда. И это все безответственно. Разговоры про будущее безответственны. Так же, как и разговоры про других. А у нас так и говорят. Про других, а не про себя. Кто это говорит? Почему? Ведь это слишком самонадеянно, слишком самоуверенно, слишком большое самомнение у людей, которые так говорят уверенно об общем будущем или там вообще о будущем. И это повод для тревоги. Тревоги большой. И знаете, что это люди безответственные. Они ни за что не отвечают. Это болтуны. Болтуны. Те, кто в прошлом сидит постоянно, но это садомазохисты. садомазохисты. Они хотят мучить и мучиться. Они хотят страдать. Вот. Это повод для депрессии всегда. Будет депрессивное общество, которое живет в прошлом. Есть только одно. Это настоящее. Вот здесь и сейчас. То, что происходит со мной. Вот. Когда я думаю о будущем, я тревожусь. Обязательно. справлюсь я, не справлюсь. Получится у меня не получится. Это ад. Так что в будущем вас ждет ад, можно сказать, если вы о нем думаете. Если вы о нем не думаете, если вы живете в настоящем, все будет хорошо. То есть нет ни прошлого, ни будущего. Понимаете, есть вот эта психологическая стрела. И это и заставляет нас страдать, как я сказал, время. Заставляет нас страдать. А вот настоящее это вечность. Поэтому если мы живем в настоящем, то нет и страха смерти тоже. Ведь страх смерти, то, что со мной будет в будущем, что я умру. Я боюсь этого. Вот. Но вот научиться жить здесь сейчас. Это большая работа. Это практики и так далее. Это нужно уметь себя занять. Нужно быть интересным себе. В первую очередь поставить себя на первое место. А не чьи-то интересы. Тогда все будет хорошо. Все будет прекрасно. Мы сможем победить время. И жить в вечности. и вот часто я даже не замечаю времени. Особенно сейчас я так живу, что время у меня очень быстро летит. Пролетает моментально. Но мне жить интересно. Я не чувствую его времени этого. И я просто наслаждаюсь жизнью.